всем привет дорогие друзья с вами крипто watchmaker и сегодня у нас такой разговорный ролик я порассуждаю вы послушаете все что я скажу сегодняшнем ролике является моим личным мнением моими личными рассуждениями и не претендует на истину то есть возможно все обстоит совершенно по-другому я всего лишь навсего рассуждаю и вы можете с этим согласиться можете с этим не согласиться предлагаю обсудить это в комментариях возможно вы имеете какой-то опыт возможно у вас тоже происходило что-то подобное и в таком случае обязательно делитесь в комментариях также я оставлю наверное почту сейчас вы видите адрес этой электронной почты у себя на экранах если у вас происходило что-то подобное пожалуйста анонимно отправляйте на эту электронную почту информацию которую вы имеете какие-то доказательства скриншоты и так далее что у вас тоже было то же самое но а сейчас наливайте чек кофе и кролик будет длинным скорее всего будем рассуждать погнали и так хотелось бы начать вот с такой вот новостью ftx возместит 6 миллионов долларов пострадавшим от фишинговой атаки рекомас по меньшей мере трое пользователей ftx обнаружили пропажу миллионов со своих счетов из-за фишинговой атаки поставщик api 3 комас обнаружил что несколько поддельных веб-сайтов использовались для фишинга его пользователей ну и генеральный директор ftx сам бенкман фрид заявил что криптовалютная биржа выделить 6 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам фишинга нацелено на его пользователей но больше никогда по моему личному мнению вот это вот строка нам говорит о том что ftx признает вину что утечка произошла по их ну по их вине собственно если бы утечка происходила действительно по каким-то фишинговым сайтом и так далее я думаю никто бы ничего не стал бы компенсировать они бы сказали ребята следите за своими действиями почему мы должны компенсировать вам деньги ну и собственно о связи ftx и 3 комас ftx там если я не ошибаюсь несколько лет назад выделяли довольно крупную сумму денег вкладывали вроде бы как в ботов 3 комас либо они их полностью купили и являются полностью их владельцами либо они какую-то часть владеют от этой компании но они очень тесно связаны финансово и это как бы факт его легко проверить загуглив в интернете но я так понимаю что команды разработчиков у них все равно разные то есть здесь кто работал те и остались они сами развиваются эти там сами развиваются и за счет того что мне кажется взломали 3 комас ну и так как ftx владеет 3 комасом в какой-то степени да они вот решили компенсировать эти потери которые проходили непосредственно через их биржу и лично мне кажется что там было далеко не несколько пострадавших пострадавших мне кажется было намного больше и таким образом решили просто закрыть людям рты так сказать чтобы не было такое широкой огласки но почему я вообще снимаю этот ролик потому что мне кажется что это принимает все более массовый характер то есть это на этом все не закончилось не остановилась продолжается в данный момент потому что в любом случае даже если ключей было украдено много за раз никто ничего не украдет все что как бы крадется информация да она потом довольно продолжительное время расшифровывается сортируется проверяются балансы этих ключей и так далее и потом уже скорее всего выводится сумма начиная с самых крупных потому что когда эти выводы начнутся начнется кипиш начнется долбежка в поддержку начнется написание отзывов и так далее и тоже 3 комас или ftx то есть все эти компании они быстренько начнут действовать и прикрывать поэтому фишинг он не действует моментально всегда то есть это любом случае происходит подготовка проверка балансов и так далее потом уже происходит кража начиная с самых крупных сумм и то есть уменьшающуюся так сказать сторону в зависимости от того какими инструментами пользуются мошенники да и смотря какие у них возможности снова же я говорю что это мои рассуждения вы можете с этим быть не согласны либо согласны и пишите свое мнение в комментариях что вообще об этом думаете было еще такая новость они плюс-минус идентичны ну и тут тоже пишет что это одноразовая акция в тикс не будет делать этого будущем мне кажется как я уже сказал это сделано только потому что они признают свою вину чтобы было понятно только для счетов ftx надеюсь другие биржи компенсируют это это цитата я так понимаю из twitter или откуда вот это было взято и эту новость открыл именно для этого и тут сказано о том что чтобы было понятно только для счетов ftx надеюсь другие биржи компенсируют какой-то степени можно рассудить это так что они в курсе что были украдены еще и другие api других бирж и что это еще всплывет и мне кажется это начинает принимать уже более такой массовый характер то есть первую волну они заткнули выплатив 6 миллионов долларов всем пострадавшим мне кажется этих пострадавших было намного больше возможные суммы компенсации были больше просто они озвучили такую сумму чтобы чтобы она соответствовала четырем пяти там самым крупным трейдером резонанс от которых вообще был получен до ходе дальнейшего расследования команда обнаружила несколько поддельных веб-сайтов 3 комас которые использовались для фишинга пользователей вот этот момент тоже хотелось бы обсудить потому что первый момент до который сразу приходит в голову если с помощью фишингового сайта вас заставили ввести логин и пароль от вашего реального 3 комаса то каким образом хакеры смогли получить доступ к api ключам отсюда идет вывод что скорее всего api ключи в 3 комас не зашифрованы то есть как это вообще должно работать правильно когда вы создаете ключ на бирже и передаете его внув предположим в 3 комас то в момент регистрации вашего ключа в этом приложении когда вы там кнопку нажимаете да там зарегистрировать все это должно зашифроваться туда уже передаться и хранится в исключительно зашифрованном виде чтобы никто снова же и даже из сотрудников 3 комас не мог украсть ваши деньги видимо 3 комас ничего не шифрует потому что получив доступ к личному кабинету 3 комаса можно украсть ключи и вот как я уже сказал лично мое мнение что была взломана наверное база данных 3 комаса откуда были просто слиты все незашифрованные ключи коих там скорее всего было огромнейшее количество просто суть в том что многие торговали этим самым 3 комасом долгое время да это не значит что они зашли прямо на фишинговый сайт 3 комаса ввели туда ключи новые и так получается хакеры угнали ключи просто когда вы заходите на 3 комас когда вы им уже грубо говоря пользовались да и увидите что у вас там нету почему-то ваших ключей мне кажется вы не побежите создавать новый ключ и вставлять его в этот сайт я бы задумался почему у меня том же самом 3 комасе до пропали мои ключи пропали мои боты пропали все все пропало также подозреваю что ключи api были украдены у пользователей с помощью вредоносных программ и сторонных расширений браузера на самом деле туда можно накидать просто вот так вот мы думаем что это было так 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 и все почему-то по стечению обстоятельств эти способы до сложились в один единый и использовались на ботах 3 комас это очень странно это очень странно и на самом деле не было бы этого ролика если бы в нашем комьюнити не произошло то же самое у одного нашего пользователя из нашего комьюнити было украдено более полутора биткоинов с помощью ключей созданных для 3 комас и эти ключи были не на бирже ftx а на бирже binance парень торговал 3 комасом в районе одного года и этот человек явно не мог попасться на фишинг да потому что когда человек долго пользуется тем или иным приложением него во первых висит закладка с приложением там открыто всегда ботов и так далее приложение на телефоне может быть то есть и в любом случае у 3 комаса ключи должны были бы быть зашифрованы то есть снова же это все связано с 3 комасом только теперь уже фиг фигурирует бирже binance и украли у человека полтора биткоина давайте я в доказательство привожу несколько скриншотов общения со службой поддержка как binance а так и 3 комаса чтобы мои слова не оказались пустыми и снова же если с вами произошло что-то подобное еще раз оставляю почту где вы можете анонимно мне написать и скинуть информацию с доказательствами и если действительно такой начнет набираться довольно много будет второй ролик где будет уже окончательно ясно да где будет уже больше доказательств того что это был не фишинка взлом 3 комаса и того что вам стоило бы поменять во первых все ключи как минимум которые вы привязывали к 3 комасу либо не пользоваться 3 комасом вообще но я в любом случае рекомендую вам все ключи которые вы привязывали к 3 комасу удалить создать новые и привязать их заново это как минимум так вы оградите себя от того что уже было украдено у 3 комаса так на сейчас давайте пробежимся по скриншотам ну и вникнем в конкретную ситуацию которая произошла с нашим товарищем из нашего чата и так вот пользователь обращается у нас в 3 комас здравствуйте произошла такая ситуация при помощи api с вашего сервиса были совершены операции которые я не совершал в истории также нет данных сделок и пример такой операции взяться из истории бинанса была операция на рад юсдт до было много на самом деле операции различных но это как для примера ну и техподдержка бинанса до которой мы доберемся чуть чуть позже подтвердила что данной операции сделаны с api ключа который был добавлен ваш сервис то есть кроме как данный сервис этот ключ никуда больше не использовался и естественно ключ даже был подписан 3 комаса использовалась только для 3 комаса никуда более не добавлялся и на компьютере также не сохранялся далее уже следует ответ что я пропустил несколько скриншотов с личными данными которые не несут никакой полезной нагрузки да и вот что спасибо передам ваш вопрос соответствующий отдел пожалуйста ожидайте ближайшее время вам ответит и вот пожалуйста то что мы с вами новость читали 20 октября компания 3 комас была предупреждена они санкционированы торговой деятельности на нескольких биржах на нескольких биржах здесь уже на нескольких биржах не только на ftx третья сторона провела атаку на бирже используя ключи api крипто бирж украденные у нескольких пользователей ходе фишинговой атаки и вот на самом деле я сомневаюсь что было всего несколько пользователей и я именно хочу найти вот этих вот ребят у кого тоже украли послушать истории всех этих людей пожалуйста скидывайте ваши истории на почту и что я скинул ранее мы при этом они говорят что нарушение безопасности аккаунта и систем шифрования api 3 комас или наших партнерских бирж не было по партнерской бирже они имеют ввиду естественно ftx ну и тут уже пошел заготовлен но это все естественно заготовленный текст уже который команда подготовила потому что таких обращений естественно много это не единичный случай поэтому и уже имеется конкретный заготовленный текст полностью под всю эту ситуацию если было бы один-два случая они массовый характер бы это имело никто бы не стал писать вот такую вот портянку заготовку которую просто всем вот так вот отправляют ну и естественно описывают различные способы фишинга чтобы вы не подумали что вы могли попасться только допустим на поддельный сайт 3 комаса да что вам говорят что вы же понимаете что я пользовался ссылкой со своего браузера никогда не искал в браузере отдельно да или где-то на левых сайтах 3 комас и работаю я с 3 комасом уже год грубо говоря как конкретные данные пользователей который писал это сообщение и вам сразу же накидывают дополнительные еще варианты как вас могли взломать чтобы у вас не возникало каких-то вопросов до дополнительной поддержки что я точно не переходил по фишинговым сайтам ну естественно дальше пошли рекомендации что с этим можно сделать обратиться в службу поддержки биржи подать заявление в местное отделение полиции ну и так далее про судебное разбирательство сразу что мол обращайтесь в эстонское отделение полиции для того что вам туда обратиться скорее всего тут она прилететь и вот пожалуйста идентификаторы различные вам нужно добавить очень много информации вам нужно сразу же подготовить и так далее естественно никто вам никаких гарантий не дает но такой список различных сразу же пунктов что отпадает любое желание вообще чем-то подобным заниматься ну и то есть нам искренне жаль что с вами произошла эта ситуация ну и тут естественно никто никакой своей вины не признает теперь давайте добавим еще скриншоты непосредственно общение с поддержкой бинанса вот человек обратился в техподдержку бинанса я торгую через трекомос начали приходить ошибки не хватает средств для выставления ордеров далее зашел на аккаунт биржи и заблокировал поскольку начали пропадать средства далее написал вам то есть как мы видим у человека минус 34 тысячи долларов там буквально за сутки это скриншот непосредственно стрекомос с интерфейса с минус 16 биткоина ну и тут мы видим то есть могу я подтвердить что это торговлю фьючерсами и то есть нет это был спот ну и далее я думаю мой аккаунт был взломан но я не думаю что через стрекомос через него торгую больше года то есть человек изначально обратился в службу поддержки бинанса то есть от трекомоса такого подвоха человек не ждал работает более года значит ни на какой фишинг трекомоса он попасться не мог но я сужу логически конечно если вы не согласны пишите в комментариях давайте обсудим пишет вы можете дать ответ по поводу вывода средств для лучшей помощи пожалуйста позвольте мне перевести вас но и так далее то есть перевод на уже службу безопасности пошел предоставление информации служб безопасности то есть тоже я пропустил несколько скриншотов они не несут для нас никакой смысловой нагрузки ну и вот собственно баланс на бирже остался то есть весь что был с утра или частично не могу сказать сколько в целях безопасности кстати говоря интересно тоже служб поддержки бинанса общается что они сразу же подозревают и человека с которым они общаются в том что это мошенник и не предоставляет какую-то определенную информацию то есть это уже пишет сотрудник бинанса то есть я не могу сказать сколько в целях безопасности но я также отключил функцию вывода и торговли на 30 дней это действие временно вы можете установить функции когда посчитаете нужным но и вот парень спрашивает сколько было с утра мы понимаем что ордера были размещены не вами но как только хакеру удается обойти защиту установленную для вашего счета платформе практически невозможно определить что активность исходит от законного владельца счета но и вот я так понимаю что пострадавший пишет если равнять в общем к биткоину то в районе 2 bitcoin сейчас там нет к сожалению 2 bitcoin ну то есть мы уже знаем что было украдено в районе 1 1 и 6 биткоин но самое интересное кстати говоря дальше ну и то есть наилучшим действием является обращение правоохранительного органа с целью привлечения ответственности к ответственности преступника незаконно взломавшего ваш счет и как же извините меня находит таких преступников мне кажется это очень сложно тем более каких-то странах снг да и так далее мы знаем что сначала это может показаться невыполнимой задачей но это безусловно лучший вариант действия если вы стали жертвой взлома и хотите вернуть украденные средства да если средства были украдены таким способом как были украдены у нашего пострадавшего то бирже ничего не может с этим сделать бирже не может какие-то кошельки заморозить до или приостановить какие-то выводы и так далее потому что ну вы узнаете немного позже то есть и как тогда вывели смс на телефон не приходила на почту тоже не приходила вы вводах на аккаунте тоже не вижу последних вижу только исполненные ордера по торговле точнее выводов не было с аккаунта как если вывода нету куда делить средства но и вот тут уже сотрудник говорит что вы можете вы можете установить доступ то есть и посмотреть ну и тут сотрудник служб финанса порекомендовал куда нужно обратиться для того чтобы подать заявление и так далее и тому подобное то есть куда могут обратиться правоохранительные органы для того чтобы bios предоставил максимальную информацию по всем этим транзакциям и так далее тому подобное то есть для пострадавшего бинанс всю эту информацию выдать не может хотя это происходило именно с его аккаунтом это тоже в планах в мерах безопасности делается и то есть информация будет предоставлена только правоохранительным органам и парень спрашивает если был ли вывод через петупи или бинанс пей ну и тут видимо у человека не хватает доступов для этой информации для представления он снова уже перекидывает его на другого сотрудника выводы не были произведены с аккаунта только торговая операция мне очень жаль что у вас возникла такая ситуация то есть все ради того чтобы узнать вот этот момент что никаких выводов не было то есть несмотря на то что у мошенников может быть доступ к вашим ip ключам без галочки вывод средств мошенники все равно могут вывести ваши средства например по способам торговли чес через неликвидные пары то есть через перелив ликвидности через памп каких-то монет которые буквально мертвы буквально любое действие на которых приводит довольно серьезным свеча например когда мы читали новость вот эту здесь это происходило через монету dmg нашего пострадавшего я так понимаю это происходило через монету рад но если у вас случилась такая ситуация бенан заблокировал вам аккаунт вам придется пройти верификацию с распознаванием лица еще одну так ну и вот я нашел операции которые я не совершал они были сделаны через api но так как api удалены из аккаунта сейчас я хочу понять через какой сторонний сервис это было сделано то есть человек спрашивает через какое именно api проходили транзакции которые он не совершал например монета рад usdt я не знаю какая ликвидность у монеты рад usdt на бирже binance да какие там объемы так далее гуляют но это просто как одна из операций потому что операции за буквально там пом 20 минут было произведено более 3000 различных операций было произведено у меня есть excel табличка где все эти операции есть и с ней можно очень долго на самом деле разбираться и до конца там непонятно какие транзакции для чего вообще производились потому что транзакции были даже ну довольно ликвидных пар типа там bnb usdt ну и собственно вот служба поддержки пишет что транзакция проходила через api кейс названием 3 комас так что друзья несмотря на то что ситуация немного подзатихла да и что все это происходило в двадцатых числах еще октября сегодня у нас 11 ноября информация постепенно продолжает всплывать и чтобы вам обезопаситься вам как минимум нужно удалить все ключи которые вы ранее использовали для 3 комаса и создать их заново но никто не дает гарантии что 3 комас не взломают вновь и пожалуйста если вы попали уже в такую ситуацию пожалуйста пишите по указанному адресу электронной почты попробуем разобрать и возможно соберем информации на второй ролик но на сегодня в принципе все все выводы я думаю мы сделали в процессе так что пишите что об этом думаете вы в комментариях но на сегодня все берегите ваши деньги всем спасибо всем счастливо всем пока